Еще одна локация, связанная с розами в Черкасах, это, безусловно, сверх за Черкасской областной государственной администрацией. Кстати, здание администрации было построено в 1958 году, через 4 года после того, как была образована Черкасская область. В это время председателем областного совета был Иван Кондратьевич Лутак, который вернулся в Черкасы первым секретарем обкома партии в 1976 году и проработал здесь в 1989 году. С его именем неразрывно связано не только рост промышленности в Черкасах, не только активное строительство, но и массовое озеленение города. Именно он выступил инициатором посадки 60 тысяч роз в Черкасах в 60-летие Великого Октября. 10-15 тысяч которых кустов были высажены в долине роз, а остальные были посажены по всему городу. Вот мы сейчас находимся в сквере, а за нашей спиной находится улица Трещатик, бывшая Уридского. И вот она тоже очень сильно озеленялась, очень сильно была высажена розами. И что интересно, озеленением города занималось специализированное предприятие, в котором было порядка 10 мастеров-озеленителей. Озеленением в центральной части города Черкас занималась женщина, мастер озеленения, с очень символичной для нас фамилией, Розовляк. Именно ее ухилиями были заложены клумбы, розарии. Спасибо ей большое за это. Когда мы говорим про Черкасы и Розы, мы не можем обойти вниманием это место. Сейчас мы находимся в долине роз. Долины Троян, как второе название по-украински существует. Одно из любимых мест отдыха черкащан стало. Здесь проводится масса фестивалей, оборудованные площадки, фонтаны, локации. Очень хорошее место, находящееся в центре города под холмом Славы. До 1976 года здесь были заросли, полудикий пляж, роз камыш. Но в 1975-1977 году заканчивалось сооружение холма Славы. И оттуда открывался крайне непритязательный вид. И было принято решение облагородить эту территорию, сделать здесь городской сквер. По рассказам черкасского краеведа Бориса Юхна, в 1976 году было принято решение к 60-летию октября засадить в Черкасу 60 тысячами кустов роз. Количество, сколько высадили, неизвестно. По рассказам, здесь высаживалось от 5 до 10 тысяч кустов. Так это или нет, и попадала ли эта высадка в те годы, остается очень спорным вопросом. Высадка цветов была, действительно была. Здесь мне рассказывали работники черкасского зеленхоза, которые работали в 70-80-х годах на озеленении, что высаживались розы, была массовая засадка. К сожалению, розы пропали частично. Частично были разворованы местными гражданами. При этом розы привозили для озеленения, сортовые привозились из Прибалтики, со всех концов Советского Союза. И было очень красиво. Но моя мама, например, не помнит здесь массового цветения роз. Не помнят и другие мои знакомые, которые постарше меня. Но название очень прижилось. Мое личное воспоминание связано с этой долиной. Примерно в году 80-81-м наш класс дважды был на городском параде пионеров. И вот там находились пионерские костры, мы готовили кашу, а здесь был пионерский костер. Ставилось несколько елок, они торжественно поджигались, приходили ветераны, тут участвовали авиамоделисты, кордом гоняли. И я не помню здесь цветущих роз. А вот сам сквер был действительно обустроен уже более-менее. И там в конце вы можете увидеть остатки гранитных сооружений, защищающих от размыва. Когда вода сбрасывалась, мы еще будучи пионерами, школьниками, ходили туда так называемые раскопки. Вода смывала в песке остовы домов, затопленных во время наполнения Кремничужского водохранилища. Причем дома были в том числе и дореволюционные. Мы находили там царские бутылки, находили какую-то утварь. Искали, конечно, и монеты, но монет нам не попалось. Вот такая история. Один из самых красивых розариев в Черкассах находится на территории развлекательного комплекса «Бочка». Еще лет 15 назад здесь был полудикий пляж. «Бочка» начинала только отстраиваться, были большие споры в общественности, как же можно позволить это. Но в результате появилось прекрасное место проведения досуга, любимое многими черкащанами и гостями города. Полудихая территория была полностью облагорожена. И лет 5-6 назад стали разбиваться розарии. Розарии сделаны многозональные. Засажены, как правило, в моноцветах, что имеет очень красивый вид. Здесь посажены розы многократного цветения. Поэтому поздним летом, начальной осенью вы можете прийти сюда снова и полюбоваться этой красотой. К сожалению, сейчас стоит огромная июльская жара. И розы имеют не самый лучший вид. Но поверьте, в начале лета, поздней весной, здесь очень прекрасное цветение идет. А с учетом того, что здесь собраны кусты, рост многократного цветения, здесь очень хорошо прийти и осенью посмотреть. Все это создано усилиями садовника. К сожалению, сейчас он еще не пришел на работу, а так бы мы вас с ним познакомили. А сегодня здесь на бочке происходит ежегодный заплыв. Дистанции от 3 километров, даже есть 800 метров для маленьких участников, до 20 километров. Прекрасное событие, приобщайтесь. Завершить свой коротенький рассказ о розах в Черкассах не хотелось бы вот на этом месте. На моей спиной находится Цвето-Троицкий собор, который был построен в самом начале 90-х годов. И здесь был очень хороший священник, отец Холод, которого, к сожалению, рано не стало. Вот не знаю, он ли заложил эту традицию, но хотелось бы верить, что благодаря ему был здесь заложен прекрасный розарий возле этого собора, который многие годы радует черкащан. Любите родной город, смотрите по сторонам, узнавайте новое, приезжайте к нам в гости, кто не из Черкассы. До новых встреч! Ну, а кто захочет посмотреть, какие розы цветут в нашем солей-саду, просим посмотреть следующий ролик. А у кого появится желание похвастаться своими розами, размещайте фотографии в комментариях. Спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok